Ом Ти Ви Юэй про головне В своем новом посте политико пишет, что до сих пор остается неясным, регулярно ли Калас ест кашу, или на самом деле в ее завтрак все-таки иногда попадают русские люди. Каким ущербным ничтожеством нужно быть, чтобы на третьем году с войны, когда уничтожаются десятки НПЗ и рвутся снаряды в приграничных областях РФ, голосовать за стабильность? Разве что предприниматель Кирилл Невров имеет похоронный бизнес. Аэропорт Домодедово. Криворукая московская ПВО направила БЭПЛА по гражданскому объекту. Начался пожар. А так выглядит картинка поврежденных нефтеперерабатывающих заводов. Украинцы по-братски помогают РФ избавиться от статуса страны бензоколонки. Короче, с кем позагрит? Это уже седьмой. Я в колхозчику попасть. Да, было бы смешно, если бы не было так грустно. Воины свободной Ичкерии передают привет ослодонам, которые обещали защищать Белгородскую Народную Республику. Вообще не хочу уезжать. Как здесь классно вообще. Я привыкла, да? Я привыкла. Здесь как в своем доме жили. Настолько все душевно. По-домашнему. Шаристовичи и компании. Где огромные очереди в российские военкоматы, если зиганутым приходится вербовать таксистов? В форумах один за другим появляются однотипные посты с рекламой участия в войне и неприкрытой агитацией идти воевать за большие деньги. Хвастаются зачислением миллионов рублей за легкие ранения. Один из якобы таксистов пишет, что рядом с ним в госпитале лежит другой контрактник, который уже четвертый раз попадает в госпиталь с легким ранением и каждый раз получает выплаты по 4 миллиона с копейками. Кадры из-под Авдеевки или Бахмута с разорванными на части оккупантами таксист коллегам почему-то не показывает. Потому что... ну потому что... Потому что потому. А это расист-мародер наслаждается видами того, во что его армия превратила украинский город Авдеевка. Поражается, что у людей в квартирах есть телевизоры и другая бытовая техника. Жалуется, что богатства слишком много и его тяжело будет вывозить. Здесь в этих домах все есть. Телевизоры, пизд, пизд, что-то по нету. Только надо электричку какую-то, грузовую и вывозить от чего-то. Боже, яркие кончены. Путин вышел с комментариями по поводу убийства Алексея Навального. Впервые публично произнес его фамилию аж три раза, прокомментировал убийство перед обменом. Которые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. А я сказал, что я согласен. Но, к сожалению, вот случилось то, что случилось. Путин любит комментировать свое убийство. Вот представьте уровень его мерзости и мразотности. Прямо заходит к нему Абрамович и говорит об обмене. Он соглашается. Потом вызывает Бортникова и Патрушева и дает команду убить. Прямо на глазах у всего мира. Именно так. Именно так. Завершились трехдневные так называемые выборы. Путину нарисовали его 87% голосов. В цех даже не стали создавать видимость почетов или что-то подгонять. Просто объявили беспрецедентную поддержку. И довольны. Председатели избирательных комиссий тоже особо не церемонились. В Подмосковье, например, наблюдатели просто послали на три буквы. И тут написано про последовательное и гласно. И это жесткое нарушение инструкции, что два разных действия из разного. Что? Простите, вы сказали это на видео. Вы послали. Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Кабинка для голосования. Просто прекрасно. А вот это вообще идеал. Кстати, единственное место, где программу каждого из кандидатов успевают прочитать до конца. Ну что, вместе вы сила? Не-не-не. Вместе вы сидеть будете за фальсификацию выборов. Предварительные итоги. Доманков Владислав Андреевич. Подано голосов 3,73%. Путин Владимир Владимирович. Подано голосов 15 миллионов 755 тысяч 224 роста. 87,97%. На последних выборах партия Чаушевску набрала 99,7. А потом его расстреляли. Воронежская область. Семилукский район. Урну для голосования везут избирателям прямо на лошадях. По грязи. А че так? И к вам дрон на нефтеперерабатывающий завод прилетел. Шаман крестится. Три раза. Перед тем, как бюллетень бросить в урну. Господи, очень прошу, подари еще хотя бы годик другой такой халявы. Белгород. Без бронежилета уже и в магазин не сходить. Владимир Путин. Весь мир уже несколько дней наблюдает, как русский город Белгород, Белгородская и Курская области превратились в зону активных боевых действий. В то же время, поставленная тобой администрация, несмотря на неоднократные наши призывы, препятствует эвакуации гражданского населения. В связи с этим, исключительно из-за твоих амбиций продолжают страдать и гибнуть мирные люди. Мы призываем тебя прекратить этот цирк, подумать о судьбах ни в чем не повинных россиян и разрешить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий. Твои выборы давно превратились в полный фарс. Прекрати загонять простых людей для участия в твоем спектакле на избирательные участки под бомбы и артиллерийские снаряды. Ну и вишенка на торте с сегодняшнего дня – самолеты Люфтваффе. На фоне, как они говорят, угрозы нападения России начнут патрулировать воздушное пространство. У стран Балтии шесть истребителей Еврофайтера и около двухсот немецких солдат уже сейчас размещены на латвийском военном аэродроме Лейлварде. Голосом разума выступил глава МИД Венгрии Сиярта. Заявил, что страны НАТО должны избежать столкновения с Россией, в противном случае Европу. А за ней всю планету, как он выразился, накроют ядерный пепел.